Приветствую вас, и мне бы хотелось начать с того, что я безусловно не спорю со своим коллегой, который сказал вам о том, что вам надо обращаться к врачам. Вполне вероятно, он прав. Но, просто для альтернативных стилей, так сказать, мнений, мне хотелось бы затронуть тему, такую, как, значит, тревожность. И тревожность как следствие того, что вы не реализуете свои желания, которые у вас есть, как бы вытесняете их. И вот этот человек, или существо, или кто-то, кто-либо еще, наблюдающий за вами, это как бы внешний цензор. Или глаз совести, который состоит, как правило, из глаз родителей или других нашим фигур в вашем детстве, в вашем восприятии, ну и так далее. Вот. Значит, в этом случае нужно постараться увидеть, что же с вами действительно произошло. То есть, какие желания оказались вытеснены у вас, какие потребности оказались в сфере бессознательного у вас. И, собственно говоря, этот момент, на мой взгляд, является самым главным. Потому что, если вы поймете, что заставляет вас не быть собой, то вы сможете определить источник своей тревожности. Вы сможете определить, ага, то, почему вы ощущаете то, что ощущаете. С чем это связано? Так, вот такая вот ситуация. Правда, для этого требуется именно анализ. Для этого требуется анализировать вас. Для этого необходимо понять, что именно вы вытеснили из своего сорнана. Надеюсь, что это вам тоже поможет взглянуть на ситуацию немножечко по другим углам. Вот. И даст вам некую альтернативу решению вашей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остальных вопросов либо требуется пояснение к моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!